У меня два вопроса. Пожалуйста. Первый вопрос. Который вопрос. Позиции АИП. 928. Вопрос у меня звучит так. Почему бюджетные средства будут направлены на то, чтобы жители района Кунцева лишились огромного парка почти в 3000 деревьев? Получили под своими окнами, 50 домов получили под своими окнами вместо зелени огромную ревущую магистраль. Лишились права на соблюдение санитарных норм и правил целого букета. И еще получили все это в обход закона. Так как никакая магистраль под названием дублер, северный дублер Кукузовского проспекта в Генплане не предусмотрена, а была в Пиндюрином мошеннически на слушаниях активного гражданина. Не считаете ли вы это преступлением против жителей Кунцева и всех москвичей? Это экоцит. Не хотите ли вы срочно отменить эту статью АИПа? Спасибо, Сергей Сергеевич. Свой комплекс. Пожалуйста. В АИПе в Крокае получено положительное заключение экспертизы и простроительную документацию. Все документы оформлены належащим образом. Это реконструкция улицы Ивана Франко. В рамках проекта также предусмотрено компенсационное мероприятие. В дальнейшем северный дублер Кукузовского проспекта реализовывается консессионером. Мы в рамках адреса инвестиционной программы реконструируем прилегающую улицу Ивана Франко. В АИП включены, все разрешительные документы получены, проект планировки, экспертиза и разрешение строительства. Что-то все-таки не слишком ли высокая цена для жителей. Что-то за странное у нас такое планирование, когда уничтожается в таких масштабах зеленое насаждение. Второй вопрос того же самого касается 462 позиция северо-восточного хорда через Властин и остров. Там нарушение закона очевидное присутствует, поскольку нет согласования с Минприродой, а это Федеральное ведомство Национальный парк Властин и остров. Явное нарушение закона. Не опубликована оценка воздействия на окружающую среду. Данный проект нанесет чудовищный ущерб Властиному острову. Можно было бы его изменить и запустить эту хорду в туннель. Чуть-чуть дороже, но зато мы спасли бы Властин и остров. Не хотите ли вы пересмотреть очередное экоцидное решение вашего строительного комплекса, направленного против москвичей и экологии нашего города? Спасибо. Стройкомплекс, пожалуйста. Это предусмотрено в адресном программе. Это очень нужный участок в связке открытого шоссе и ярославского шоссе. Является очень основной частью транспортного каркаса. В сегодняшний день получено положительное заключение специфизы, получено разрешение на строительство. Практически подготовительные работы все проведены. Сейчас идет активная фаза строительства. В рамках проекта, проектной документации, также предусмотрено существенное мероприятие по консенсационному озеленению. И это проходит дорога рядом с Санкт-Петербургом, в параллельное москву с Санкт-Петербургом.